Байдарочные походы Мальчушки, спокойные летом, превращаются в бурлящие потоки, технически сложные и интересные. Для тренировки мы выбрали маршрут в средней части Карельского перешейка. Начинаем от станции Отрадное. Далее немного по озеру Отрадное, по реке Пионерки, озеру Комсомольскому, реке Веселой и далее по одному из русел реки Вокса с выходом на озеро Вокса через Беличью протоку. Поскольку в октябре световой день короткий, мы отплыли в темноте и заночевали в двух километрах от станции Отрадное на Татарском мысу. Утром поправляем огрехи ночной сборки лодок и тщательно собираемся. Отрадное – одно из самых крупных озер Карельского перешейка. Его длина составляет 13,5 километров, а ширина – около 8,5 километров. На озере пять достаточно крупных островов. Глубина озера достигает 28 метров, а в среднем – 7,5 метров. Озеро богато рыбой, по его берегам много баз, домов отдыха и коттеджей. Местами берега низкие, широкой полосой зарослей камыша и тростника, как у истока Пионерки, который со стороны озера не так-то просто и найти. При входе в реку – низкий железнодорожный мост, под которым много мусора. Идем медленно и аккуратно. Первые полтора километра – берега реки обжитые, русло более-менее чистое. Затем первое серьезное препятствие на реке – плоти и обнос. Да, что-то вроде этого. А может быть мельница? Нет, ну там вон такие старые лежат подшипники. Поскольку наш поход короткий, и барахла взята немного, базарки можно не разгружать. Воды в реке немного, так что приходится обносить не только саму Калакину, но и двухсотметровый порожистый участок и камнями ниже низу. А ты перешаглёшь просто? Да, ты поворачивай к берегу. Можешь? Сейчас. А вот дальше характеры реки резко меняются. Поваленные деревья перегораживают реку в большом количестве. В основном это последствия урагана пятилетней давности, поскольку до него захламлённость реки была гораздо ниже. Не трогай сам себе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Может вам помочь? Да, раз, два. Да ты сюда перекинь свой вес, а то там, да, утонуло. Вот так сюда весь перетащи. Давай. Все-таки воды в реке маловато. Небольшая неточность, и лодка застревает. Но для учёбы то, что надо. Валя, Валя, Валя. Ты у тебя не урагашка наша, но ничего. Перед падением пионерки в Комсомольское озеро по берегам хороший лес. Много оборудованных стоянок, уже расчищенных после урагана пятилетней давности. Вон тут кусок булки. Масло может и вообще сколько каши добавлять. Да, кстати. Потому что ещё пачка масла такого есть. Последняя шевера пионерки и мы на Комсомольском озере. Протяженность Комсомольского озера составляет 14 километров, при максимальной ширине 2 километра. Глубина озера достигает 20 метров. Исток реки Веселая, куда лежит наш путь, находится на северном конце озера. Чуть левее церкви, поселка Тартяное. Пока пересекали озеро, погодка была разнообразной. И ветер с дождем, и штиль, и сильный ветер с солнышком. Ветер, как всегда, встречный. Река Веселая очень похожа на пионерку. Но она немного шире, глубже, течение более быстрое. И как следствие этого, меньше завалов. И, соответственно, выше скорость прохождения. А вот это новостройка. Несколько лет назад здесь ничего подобного не было. Назначение малопонятное. Но новый порог получил ян. А уж высокую воду, он обещает быть совсем интересным. Ближе к кусте реки появляется больше площадок для стоянок, чем мы и воспользовались. Река Веселая в недавнем прошлом носила ифинское название Кони Цайёки. А до шведского нашествия, во времена Киверского гудельного княжества, она называлась Кромля. Обратите внимание, мы проходим через яму, образованную вывороченной при падении березы. То есть, по существу, через новую протуху. Вот, наконец, последнее притягивание на Веселую. Старая плотина. Странно, что никого из населения не видит. Фермерское хозяйство не кажется забросимым. Воды все-таки в реке маловато. Так что не будем рисковать и прыгать через водоскоп. А спокойно подпишем плотину. Вот, наконец, и река Вуокса. Васильевский плёс. Раньше здесь проходило основное русло Вуоксы. Но с 1857 года, когда в результате взрывных работ основной сток Вуоксы пошёл через Лосевский порог и озеро Суходольское, этот рукав Вуоксы обмелел. И вместо Киверских порогов сейчас остались только Киверские волоки, где последние годы вода появляется нечасто. Но это слева. Справа же, на Крошечном острове, на монолитной скале, стоит храм апостола Андрея Первозванного, построенный в 2000 году. Храм действующий. Немного дальше русло Вуоксы разделяется, и нас интересует правое, Беличепроток, самый короткий путь до озера Вуокса. Но, увы, короткий не значит быстрый, течения совсем не наблюдается. Смотрите, несмотря на слабый мороз, в заводях уже образовался ледон, и наши лодки превращаются в ледоколы. Верный признак, что байдарочный сезон подходит в конце. Как это ни печально, но в Беличьей протоке совсем не осталось воды. Из-за сухого года уровень воды на этом участке Вуоксы упал почти на метр. Да и осенние дожди были слишком слабые, чтобы наполнить реки и озера. Поэтому приходится заканчивать поход между поселками Васильево и Мельниково. Таким образом, прохождение Беличьей протоки откладывается до будущего года. Редактор субтитров А.Семкин